Реформистская церковь 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 гугеноты, а точнее несколько семей, имена которых бережно хранит история. Братья Лефевр, Дейо, Дюбойс, или по-французски Дюбуа, и семья Хасбруков. Более того, гугенотская улица, на которой они построили свои первые каменные дома, считается сегодня старейшей улицей Соединенных Штатов с оригинальными строениями. Люди, основавшие Нью-Палц, покинули Францию до 1660 года, где-то в середине 50-х годов. Сначала они основались в Майнхеме, Германии, на берегу Рейна. Это в земле Фалц. Из того, что нам удалось узнать, им очень там нравилось, но из-за боязни, что они все равно будут выданы французскому королю и, возможно, убиты. Большое количество людей отправилось дальше в Америку. Приехали они в голландский город Новый Амстердам, так Нью-Йорк тогда назывался, потому что голландцы были тоже протестанты. Я думаю, что это, возможно, было единственное место, куда они могли как бы постучаться в дверь попросить убежища. Точно, точно. Потому что ведь везде на них были гонения. Да, на них везде были гонения, только датчане были открыты для приема беженцев. И затем, в 1677 году, они купили 39 тысяч акров земли у индейцев, от горы Махонг до Гудзона, большой кусок, который они и стали возделывать и строить дома, которые сохранились и по сию пору. Археологические раскопки в Нью-Палце продолжаются и по сей день. Благо, здесь расположен один из престижнейших университетов в Америке с антропологическим факультетом. Когда гугеноты пришли сюда в 17 веке, у них, конечно, не было возможности привезти с собой никаких предметов для проведения досуга, ни игрушек, ничего. Вот из таких маленьких кусочков из расца первые поселенцы делали себе шашки. Но что поражает больше всего, так это возможность запросто поговорить с прямыми потомками первых поселенцев. Я уже пятнадцатое поколение семьи Дейо. Моя мама носила фамилию Дио или Дейо, кто как произносит. Но также во мне течет кровь и дюбойсов или дюбуа. Вообще всего нас около 400, от 400 до 500 членов этой фамилии. А если брать все генеалогическое древо двух семей, то около 2800 человек. Ну что же, судя по количеству потомков, и гугеноты нашли свою землю обетованную. А название этой земли все тоже. Америка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...